Угол между прямой и плоскостью в правильной четырехугольной пирамиде, как обычно, ставьте на паузу, пытайтесь сначала самостоятельно. Так, а мы пока изобразим пирамиду. Хоп-хоп-хоп. И как-то, наверное... Так, давайте вот так вот ее сделаем. Вроде удачно получается. Так, S, A, B, C, D. И нужно найти E середины S, B, E это вот здесь, между прямой C, E и плоскостью S, B, D. О, да, по-моему, мы такую задачу решали, а может быть не решали. Anyway, не грех лишний раз повторить будет. Так, я вот думаю о чем. Наверное, все-таки неудобно у нас сейчас ракурс и следует поменять местами вершинки. Так, давайте, наверное, вот так вот. S, A, B, C, D. E середина S, B. Вот у нас прямая C, E, и вот у нас плоскость S, B, D. Так, и что же мы будем делать, чтобы найти угол между этой прямой и этой плоскостью? Ну, то есть, понятно, конечно же, что мы будем опускать, строить проекцию этой прямой на этой плоскости. Вот, для этого нам нужно опустить из точки C перпендикуляр к плоскости S, B, D. А, ну да, и все очень просто. Делаем так, конечно же, мы говорим, что C, A перпендикулярно B, D, E, S, O перпендикулярно C, O, да? Смотрите, получается, C, O, это у меня перпендикуляр к B, D, E, S, O, C, O также, да, перпендикуляр к S, O. Ну, потому что S, O перпендикуляр ко всей плоскости. То есть, мы получаем, что прямая C, O перпендикулярна двум прямым B, D, E, S, O, плоскости S, B, D. То есть, двум пересекающимся прямой плоскости она перпендикулярна, а значит, перпендикулярна всей плоскости. А значит, C, O, это перпендикуляр из точки C на плоскость S, B, D, а значит, вот у нас та самая проекция прямой на плоскость. Вот я спроецировал прямую CE на плоскость SBD. И значит мне надо просто найти угол CEO. Все. Очень просто здесь. Так, давайте сделаем. Значит, первое, что мы говорим. CA перпендикулярно BD. Как диагонали квадрата, да? Далее. Пусть у нас CA и BD пересекаются в точке O. Получаем, что SO перпендикулярно CA. Как высота пирамиды. Вот, в принципе, да, так можно, наверное, сказать, как высота пирамиды, потому что у нас правильная четырехугольная пирамида. То есть конфигурация супер изучена, понятна, да? То есть можно считать, что просто то, что мы привели в точку пересечения диагонали, является высотой. И то, что высота, ну, она по определению все-таки перпендикулярна всей плоскости, а значит и любой прямой в этой плоскости. То есть, мне кажется, это нельзя считать недостаточным обоснованием. SO перпендикулярно CA как высота. Да, вполне нормально. Так, и что мы таким образом получили? CA перпендикулярно BD, CA перпендикулярно SO. И значит, из двух этих фактов следует, что CA перпендикулярна всей прямой SBD, всей плоскости SBD. Вот, а значит, CO является перпендикулярным с точки C на плоскости SBD. А значит, EO, да, это проекция EC на SBD. На SBD. И тогда угол EO, OEC, точнее, ну, точнее, вот угол между EO и EC равен углу между CO... Ой, между EC, да, по условию же у нас EC и SBD. Вот, такие два угла равны. И равен он α, и это наш искомый угол. Искомый. Записали. EC и EO. Ну и все, остается просто найти вот этот вот уголочек. Мы его назвали α. Так, что я могу здесь сходу повычислять? Если у нас все ребра равны одному, одному, значит, здесь один, здесь один. BD это корень из двух, значит, BO и CO, да, половины диагонали, это корень из двух пополам. Так, я знаю это. Что я еще знаю? Я знаю, что E середина BS, а значит, CE медиана, высота, и вот это вот все. SC тоже один, здесь тоже один. Ну, то есть, вообще, треугольник BSC весь из себя равносторонний. А, весь из себя такой правильный. Неправильно сказал. Вот. А значит, CE, его медианы, да, это корень из трех пополам. И, собственно, все. У меня уже все здесь известно. Нужно ли мне доказывать, что EOC прямоугольный треугольник? Скорее нет, потому что это понятно из того, что CO перпендикулярно всей плоскости, а значит, CO перпендикулярно E тоже. Значит, я говорю, что тангенс альфа это отношение... А, нет, а почему тангенс? Это же синус. Синус альфа это отношение CO к CE. Вот. А CO это корень из двух пополам, CE это корень из трех пополам, значит, корень из двух на корень из трех, домножив на корень из трех, получим корень из шести натрий. И ответ наш это арксинус корня из шести натрия. Все. Вот так вот. Достаточно тоже просто получается. Ну, это метод у нас FLOP, классический способ решения. Берем и просто опускаем, получается, обстроим проекцию прямой на плоскости и находим угол между прямой и проекцией. Таким образом, находим угол между прямой и плоскостью. А есть, естественно, метод координат. Он здесь, естественно, применим и очень прост. Так, как бы нам только его сейчас вот наилучшим образом использовать? Наверное... Да, наверное, стоит просто ввести систему координат вот таким образом. Здесь мы введем ось Х. Здесь введем ось Ординат. И по SO пустим ось Аппликат. Так вот. Таким образом, что мы знаем о плоскости SBD? Зачем я именно так ввожу? На самом деле, координаты точек сейчас будут неудобными, но у нас будет сейчас по факту только две точки C и E. Потому что плоскость SBD теперь суперудобная. У плоскости SBD уравнение Y равно 0. Ну, подумайте, почему. Я это много раз на канале объяснял. Посмотрите предыдущую задачу, если не понимаете сходу. Вот. Значит, да, вот так, вот так, вот так. Y равно 0. Значит, вектор перпендикулярно этой плоскости... Кстати, я могу просто вот так вот, не знаю, изобразить этот вектор. Да, допустим, это вектор OA. Вот. Но не факт, что обязательно OA. Вот у вектора OA все-таки длина будет не такая удобная. А я сейчас хочу сказать что? Я хочу сказать, что вектор N какой-то перпендикулярно этой плоскости имеет координаты 0, 1, 0. Почему? Потому что у нас вот в общем виде AX плюс BY плюс CZ плюс D равно 0. У нас этого и этого нет. Это значит, что A и C равны 0, да? А A, B, C это ровно координаты вектора перпендикулярно этому. Значит, у нас тут 1 на Y, то есть B это 1. Вот я и пишу 0, 1, 0. А если бы я хотел вектор OA, кстати, сказать, там было бы 0 корень из 2 пополам. Не очень приятно. Вот, теперь давайте найдем координаты вектора CE, да? Для этого нужны координаты точки E. У точки E... Зачем мне тут? Я буду здесь писать. Значит, у точки E какие координаты? Получается, мы сдвинулись по оси X на минус корень из 2 пополам. Это не то. Это вот у меня EC тут подписано, если что, не пугайтесь. BO это корень из 2 пополам. А мы сдвинулись на половину BO, да? То есть, мы не вот этот вот весь путь прошли. Мы только половину этого пути прошли. Значит, у точки E координаты минус корень из 2 на 4. То есть, половина от корня из 2 пополам. По Y у нас 0. А по оси Z то же самое, что по оси X, только в положительном направлении корень из 2 на 4. Так, это у нас точка E. А точка C имеет координаты 0. Минус корень из 2 пополам. Что-то у меня все координаты отрицательные. Ну да ладно, 0. Вот. И вектор CE у нас имеет координаты какие? Конец минус начала. Это минус корень из 2 на 4. 0 минус... А, 0 плюс корень из 2 пополам будет, да? То есть, корень из 2 пополам. И корень из 2 на 4. А нет, в принципе, когда к вектору перешли, все очень даже неплохо. Так, вектор CE. Кстати, давайте, знаете что? Давайте-ка мы схалтурим, схитрим. Я буду рассматривать не вектор CE, да? А вектор А, координаты которого в корень из 2 на 4 раза меньше. То есть, это очень важная хитрость, которую нужно уметь проделать. Опа. Вот так вот. Я буду рассматривать вот такой вектор. Минус 1, 2, 1. У него такие координаты. Почему? Потому что он удобнее. Я его сейчас буду умножать на вектор n скалярно. А почему я так могу сделать? Да, потому что мне угол нужен. Мне не нужны здесь какие-то длинные и так далее. Хотя даже если бы длинные нужны были. Нет, если бы длинные нужны были, нужно было бы прям вектор оставить, например. А здесь мне важно только направление. Направление — это связь между координатами. Если я все три координаты поделю на одно и то же число, я линейную зависимость между каждыми из координат... Ну, между этими тремя координатами, точнее, не уберу. Вот. Короче. Да. Вот. Координаты вектора можно сокращать на одно и то же число. И что остается мне сделать? Мне остается найти косинус... Да, кстати. Смотрите. Косинус угла между этими векторами, да? Это синус угла того, который мне нужен. То есть если... Еще раз. Мне нужно найти угол альфа между этой плоскостью и этой прямой, да? Вот. Я, значит, вместо прямой взял вектор. Вот он, угол альфа. Но я сейчас буду искать не его. Я буду сейчас вычислять угол 90 минус альфа. Вот такой вот угол. Так. Косинус 90 минус альфа, который равен синусу альфа, я буду вот этот косинус вычислять по скалярному произведению этих двух векторов. Да? Сверху у меня модуль суммы произведения соответствующих координат. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Значит, тут будет просто 2 на 1, то есть 2. Модуль 2. Снизу у меня длины этих векторов. Ну, у этого вектора длина 1, все с ним понятно. У этого вектора длина корень из, значит, 1 плюс 4 плюс 1. Корень из 6. Да. Ну и получаем те же... А, нет, не те же. Значит, на корень из 6 домножаем. 2 корня из 6 на 6. Вот. Теперь мы получаем те же корень из 6 на 3. То есть тот же корень из 6 на 3. И альфа это арксинус корень из 6 на 3. Точно такой же ответ. Да? Точно такой же, да? Корень из 6 на 3. Да. Корень из 6 на 3. Вот так. Два способа решения. Классический и метод координат. Как обычно. Пишите ваши вопросы в комментариях, если они возникли. Можно просто написать в комментариях. Спасибо, мне будет приятно. А также ставьте лайк этому видео. Вообще пишите комментарии. Рекомендуйте канал друзьям-одноклассникам. И всем-всем-всем. Подписывайтесь и жмите на колокольчик. Потому что я на этом канале уже, получается, в течение всего учебного года выпускаю по 3 видео в неделю. Как минимум, да? Это разбор 14, 16, 18 задач. Вот. И можете смотреть разборы предыдущих задач. Вот. Можете. Ну, не просто можете, а обязательно подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить оставшиеся несколько еще разборов. Потому что ЕГЭ скоро. ЕГЭ близко, как сказал бы Джон Сноу. Ну ладно. Тут, в общем, зима ЕГЭ. Ну, вы поняли. Да. Короче, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Обязательно. А перед ЕГЭ выпущу прямо суперполезное видео. Поэтому, чтобы не пропустить, жмите на колокольчик. Все. До встречи на новом разборе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok